Реутовские школьники приняли участие в исторической интеллектуальной игре 1418. Она проходила в среду 17 марта в онлайн-формате по всей стране. Захватывающий баттл был посвящен событиям Великой Отечественной войны. Организатором проекта выступило Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» совместно с Оргкомитетом «Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Историческая память». В ходе этой игры мы еще раз вспоминаем важные исторические события, роль Советского Союза, роль России в этой войне, в разгроме фашистов. Мы вспоминаем еще раз наших героев, те потери, которые были нашей страной понесены и что позволило этими потерями, что позволило нам завоевать. То, что мы не только для себя освободили от фашистов, но еще и, можно сказать, всю Европу спасли. Название интеллектуальной игры «1418» имеет особый смысл. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Умникам и умницам предлагалось ответить на 20 вопросов. Задания касались как исторических фактов, так и архивных документов и литературных произведений. Девятый вопрос. Во время обороны Одессы в 1941 году народные умельцы стали изготавливать знаменитый танк НИ-1. Как расшифровывается аббревиатура НИ? И варианты ответов. Николай Иванович, нержавеющий исполин, на испуг или народная искра. Вопросы оказались непростыми, но интересными. Некоторые занимательные загадки были рассчитаны на логику и сообразительность. Кроме того, участникам игры предложили перевести припев легендарной песни «День Победы» с английского языка на русский. Но реутовских интеллектуалов это не напугало. Юным полиглотам из 10-й школы такое испытание вполне по плечу. Это была большая честь принимать участие в такой игре. Также в роли капитана. Это бесценный опыт. И вообще я рада, что в наше время нам удается благодаря таким играм вспоминать историю нашей страны, нашего отечества. История — это память, а память — это жизнь. Такие игры нужно проводить для того, чтобы воспитывать патриотизм в школьниках еще с самого детства. Игра была достаточно интересной. Были сложные вопросы, особенно во второй части, связанные с прозвищами различных исторических деятелей того времени. Самое приятное было то, что мы смогли вместе с командой ответить на большинство именно вопросов и набрать достаточно большое количество баллов. Результаты всероссийской игры 1418 подведут в течение недели. Все игроки получат документ об участии в мероприятии. А победителям интеллектуального баттла организаторы вручат призы от Яндекса. Среди них умная колонка и подписки на сервисы Яндекс.Плюс.